В эфире РБК Офа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости на сегодня. Сотрудничество с Ираном. Башпортостан намерен серьезно увеличить товарооборот с Исламской Республикой. Последствия трагедии. В Башнефти заверили взрыв на заводе в Уфе не повлияет на поставки нефтепродуктов. И подняться со дна промышленное производство республики увеличивает положительную динамику. Башпортостан планирует нарастить внешнеторговый оборот с Ираном как минимум до 1 миллиарда рублей. Об этом сегодня на встрече с делегацией деловых кругов провинции Меркези заявил глава нашего региона Рустем Хамитов. На сегодняшний день Иран заинтересован в сотрудничестве с Башпортостаном в нефтяной отрасли и обмене опытом в области сельского хозяйства. В частности, их интересуют технологии возделывания пшеницы. Кроме этого, бизнес Исламской Республики планирует поставки своей пищевой продукции в Башпортостан. Однако, для начала предстоит решить ряд проблем. В России, например, для турецких предпринимателей были большие таможенные налоговые льготы. К сожалению, для наших бизнесменов их нет. По нашим подсчетам, разница в цене получается почти 20%. Отмечу, что ранее представители бизнеса Ирана проявили интерес к созданию распределительного центра на территории индустриального парка в городе Агидель, куда будут поставляться овощи и фрукты. Возможности инвестирования в этот проект обсуждаются. И возвращаемся к главной теме дня. Чрезвычайная ситуация на нефтеперерабатывающем заводе Уфа Нефтехим не помешает Башнефти, владеющей предприятием, исполнить обязательства по поставке нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт. Как отметили в компании, система управления переработкой позволит минимизировать влияние происшествия на производство нефтепродуктов и финансовые показатели компании. Напомню, ранним утром в субботу на территории Уфа Нефтехима произошел взрыв из-за разгерметизации аппарата воздушного охлаждения. Огонь охватил около 300 квадратных метров. В результате погибли 6 человек. Двое сейчас находятся в больнице. Следственный комитет расследует дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте. Имущественный комплекс наших производственных площадок единого НПЗ застрахован от рисков повреждения и рисков потери прибыли. В настоящее время мы выясняем причины происшествия и оцениваем ущерб для определения размера страховой выплаты. Все сотрудники Башнефти были застрахованы. Такова политика компания. И семьям погибших и пострадавших в происшествии сотрудников будет выплачена компенсация. Я хотел бы еще раз принести от имени компании соболезнования семьям, родным, близким наших пострадавших коллег. И еще раз надеюсь, что два наших сотрудника, которые сейчас находятся в больнице, пойдут на поправку. И в эти выходные в Уфе вновь выросли цены на бензин. Стоимость топлива подняли и Башнефть, и Лукоил. Отмечу, что повышение цен произошло несколькими часами ранее трагедии на Уфимском НПЗ. И это никак не следствие ЧП. Ходовые марки бензина на АЗС Башнефти подорожали на 50 копеек. Теперь АИ-92 стоит 34,60, 92-й Атом 35,10, АИ-95 38,30, АИ-98 41 рубль 30 копеек. Стоимость дизельного топлива осталась без изменений 35,70. Вслед за Башнефтью ценники на топливо третий раз за месяц переписала компания Лукоил. АИ-92 экта подорожал на 50 копеек и теперь стоит 35,20 за литр. АИ-95 увеличился в цене на 20 копеек 38,70. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на завтра. И доллар, и евро продолжают дешеветь. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 5 копеек и оценивается в 63 рубля 11 копеек. Европейская подешевела на 56 копеек 69,77. Лучшие обменные курсы на сегодня. Покупка доллара в Тимирбанке за 63 рубля ровно. Продажа в Быстробанке и Россельхозбанке за 63,39. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в Тимирбанке за 69,63 копейки. По продаже в Быстробанке и Россельхозбанке за 70,09 копеек. Индекс промышленного производства в Башкортостане в июне вырос на 4,5% по сравнению с июнем 2015-го. Но если сравнивать полугодие, то рост не такой значительный. 1,1%. По данным службы статистики, высокие темпы с начала года показала обработка древесины 37,5%. Металлургическое производство ушло в рост на 20%. Производство кожи и обуви на 25,5%. Резиновых и пластмассовых изделий на 17%. Химическое производство выросло на 1,2%. Производство электрооборудования на 5%. Снижение отмечено в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, на 11%. Текстильным и швейным производствах на 8,5%. Производство нефтепродуктов на 2,5%. Транспортных средств и оборудования на 1,5%. К этому часу вся информация. Передаю слово московской студии РБК. Не переключайтесь.